Всем привет! Знакомьтесь, это африканский карликовый ёжик. Эта порода была выведена специально для содержания в домашних условиях, а нашего ежа зовут Милки. Живет он у нас вот в таком контейнере, спит в таком мешочке, бегает в таком колесе, а в туалет ходит прямо на эту пеленку. Меняем мы эту пеленку раз в неделю. Милки очень любит кушать высококачественный кошачий корм. Но постоянно питаться кошачьим кормом ежу нельзя. Поэтому несколько раз в неделю мы кормим его замороженным зоофобосом. Это такие крупные личинки. Или живым мучным червем. Хотя мучной червь это тоже личинка. Но это не важно. А еще он очень любит кушать тараканов. Туркменских, мраморных. Можно, конечно, кормить тараканами покрупнее. Например, мадагаскарскими, аргентинскими. Но они долго размножаются и стоят дороже. Кстати, у Милки есть свой собственный отдельный канал. Называется Милки Хэй. Типа как Милки Вэй, только Хэй. Рекомендую подписаться. Там видео выходят чаще, но посвящены они в основном ежу. Ссылку на канал оставлю в описании. А если вам интересны подробности кормления африканского ежа, то не переключайтесь. Сейчас все расскажу и покажу. А чтобы Милке было приятно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. У нас тут интересно. Если вы завели африканского ежа и не знаете, чем его кормить, вы безответственный человек. И ежик на вас обидится, так как нужно было сначала посмотреть это видео, а потом покупать ежа. Ладно, шучу. Сначала вам нужно купить в зоомагазине кошачий корм премиум класса, в котором содержание жира не больше 15%, белка 30-35%, клетчатки не менее 4%. Лучшими считаются корма для кошек фирм Акана, Роял Канин, Ориджин или Ориджин, Бош и Пурина. Маленьким особям до 4 месяцев рекомендуется давать корм для котят, затем для кастрированных котов с пониженным содержанием жира и белка. Ну, не у котов, а у корма. Жирность корма не должна быть выше 8-12%. Сразу после того, как вы купили кошачий корм, следует обзавестись тараканами. Да-да, лучше всего подойдут мраморные. Они недорогие и достаточно быстро плодятся. Конечно, можно купить сразу замороженных, размораживать и кормить в порциях по 4-5 штук за один раз. Два раза в неделю. А когда они закончатся, покупать новых. Но лучше всего купить сразу около 1000 живых тараканов, создать им условия для размножения и больше не париться с их покупкой. Штук 300 можно сразу заморозить. Это чтобы каждый раз не отлавливать. Еще африканские ежи очень любят сверчков. Сверчки очень полезные и питательные. Ими можно кормить даже чаще, чем тараканами. Но разводить сверчка немного проблематично. По одной простой причине. Они достаточно громко поют. Нет, ну конечно можно выделить для них отдельную комнату, в которой никто не спит, или шкаф с хорошей звукоизоляцией и вентиляцией. Но проще будет купить замороженных. Хотя кому как, решать вам. Также ежей можно кормить овощами и фруктами. Но вот Милки такое кушать не привык. И как только пробует что-то растительное, начинает вытворять вот такие странные вещи. Но не пугайтесь, это совершенно нормально. Нормальный! Нормальный! Овощами и фруктами можно кормить не больше раза в неделю. Это поможет поддерживать в организме все нужные для здоровья витамины. Ладненько, ребята. Все, чем можно кормить ежа, я опишу и оставлю в закрепленном комментарии. А вам остается быть ответственным, купать своего ежа хотя бы раз в месяц, менять пеленки хотя бы раз в неделю, кормить один раз в день и любить каждую секунду. Всем спасибо за просмотр. Жду ваших комментариев. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok